Эта проблема нас не может не волновать, потому что она ложится тяжким бременем в себестоимость практически всей продукции. Тема социальная, актуальная, важная. Мэр Вологды Сергей Варапанов говорит о росте цен на бензин и дизельное топливо. Сравнительный анализ в Вологде и в соседних регионах показал, за год розничная стоимость топлива увеличилась на 10 и более процентов. Бензин марки 92 цена увеличилась на 13 процентов, марки 95 на 11, дизельное топливо на 15. В принципе аналогичная динамика цен на бензин и дизельное топливо наблюдается и в целом по России. В Вологде цена на бензин марки 95 ниже средней российской. Наибольший рост цен на бензин такой марки за апрель и июнь 2018 года был зафиксирован в Белгороде на 11 процентов, в Туле на 10, в Розане на 10 процентов. Сдержать рост помогут поправки в законодательство. Проект о снижении акцизов на топливо Газдума рассматривает сегодня. Предполагается, что акциз за тонну бензина снизится на 3000 рублей, за тонну дизельного топлива на 2000 рублей. Эффект от федерального регулирования обсудили с ведущими игроками топливного рынка Вологды. При нынешних ценах мы работаем в минус, очень большой минус. Мы так на данный момент избавляемся от неликвидных активов, что-то сдаем в аренду, что-то закрываем, где-то находим какие-то ресурсы, чтобы снизить свои затраты на тонну. Удается это не всем. Часть операторов прекращают свою работу. И в таких условиях говорить о снижении розничных цен на топливо не приходится. Сегодня реально стоимость акциза, то есть именно доля акциза в нефтепродукте, она запредельно высокая. Везде наблюдается диспаритет в ценах, когда мелкоптовые цены превышают розничные. То есть и в итоге мы видим, что большинство операторов, розничного рынка, свободных операторов вынуждены прекратить свою деятельность, потому что реально тут нет дохода никакого. В цену на топливо закладываются и транспортные расходы. Проблемы с логистикой связаны с ограничениями на въезд в город большегрузного транспорта. Компании не могут перевозить топливо в крупнотоннажных бензовозах, которые обходятся дешевле. Ряд компаний может стабилизировать ситуацию за счет собственных резервов. ГПН-центр, который работает в вашем регионе, представляет из себя розничного игрока, полноценного, со своей экономикой, соответственно, мы четко привязаны к оптовым ценам. Мы за счет собственной рентабельности поднимались гораздо медленнее, чем росли оптовые цены, для того, чтобы не было у потребителя негатива. Чтобы покрыть все убытки, нужно держать наценку на литр бензина как минимум в размере 12%. Сейчас она от 2 до 6%. Но и повышать цены бесконтрольно игроки не могут. Ценовую политику контролируют федеральные органы. В этом случае снижение акцизов – оптимальный вариант. Есть очень много контролирующих органов, которые следят за деятельностью АЗС, в том числе это антимонопольная служба. Поэтому наши автозаправочные станции работают строго в соответствии с действующим законодательством. И те меры, которые предпринимает правительство на сегодняшний день, они безусловно приведут к стабилизации рынка. Цены не будут больше расти. На результат сыграет и развитие внутреннего рынка. Расширять свое присутствие намерена «Газпромнефть». Сейчас компания «Волок», где имеет только одну АЗС. Еще одна может появиться на окружном шоссе. Подобрать место для размещения поручил Сергей Варапанов. Продолжится и мониторинг цен на топливо.